В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 марта 2018 года четверг, по одному из старинных 28 день месяца пробуждения природы 7526 лета Асмица. И кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с Днем Богини Тары. А сегодня у нас в виртуальной студии Алексей Орлов и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Добрый! Ну, не буду оттягивать это событие. Пожалуйста, Дмитрий, приступай. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Значит, в начале марта мы рассматривали миф про Киевскую Русь, что она была несколько другая, и Киев был несколько позже. Это большой миф, который придуман немцами. Немцы известны. Это Иннокентий Гизель, это Готли Байер, это Август Шлёцер. Достаточно известные личности, которые хвалят за то, что они создали нашу историю, а реально они её уничтожили. Но этот большой немецкий миф про Киевскую Русь IX века необходимо было как-то подтверждать. Подтверждать дополнениями, подтверждать какими-то фактами, которых, естественно, не было. И одним из таких дополнений является выдуманный миф про путь из варягов в греки. Он прекрасно дополняет Киевскую Русь, потому что вот он был, мол, путь из Балтики в Чёрное море, и на нём стоял город Киев. Давайте мы его точно так же, как мы рассматривали отсутствие города Киева в IX веке, разберём буквально по полочкам. То есть, из чего это сложилось, как шёл путь, возможно ли он, собственно говоря, технически, и, собственно говоря, был ли он нужен. Давайте начнём для тех, кто там немножко подзабыл официальную немецко-романовскую, можно так сказать, мифо-историю, как это сейчас подаётся. То есть, нам сейчас упорно впаривают вот этот фантомный торговый путь через Балтику, потом Волхов, то есть из Балтийского моря. Вы, плывя на восток, попадаете в Финский залив, входите с запада в реку Неву, по ней плывёте до Ладоги, дальше поворачиваете на северо-восток, заходите в реку Волхов. По нему уже против течения до озера Ильмень, такой, представляете, если на карте, получается такой острый угол, повёрнутый на восток. Потом из этого озера Ильмень по реке Лавате, ну и дальше несколько рек, несколько Волхов. Ну и, наконец, вы входите в Верховье Днепра, дальше вниз-вниз по Днепру, и вот она, ура, Чёрное море и Византия, Царьград, который тогда назывался Царьградом у славян, у Ромеев он назывался Константинополем, а нынче это Стамбул, если кто забудет. Да, вот всё, всё это немецкий миф, доказательства этого нет в принципе, вот вообще нет, да? Давайте сначала рассмотрим хоть что-то из летописей. Было что-то или не было ничего, да? На самом деле, если мы посмотрим внимательно и досконально, есть упоминания всего в двух летописях. Был такой император византийский, Константин Багрянародный, он очень любил историю, написал кучу исторических всяких вещей, их очень интересно читать. Вот у него есть трактат, ну он называл свои вещи трактатами, да? Об управлении империей. И в этом трактате есть отдельный кусочек о путешествии к славянам. Значит, в этом кусочке он описывает, как нужно плыть по Чёрному морю, значит, доходить до устья Днепра и дальше до порогов. И всё на этом. Да, просто очень часто во всевозможных учебниках, там, передачах, говорят, вот, император же писал о пути из варягу реки. Не писал, это ложь. Он писал о небольшом кусочке пути по Чёрному морю и до Днепровских порогов. Всё, больше нет ничего. Вторая не менее известная литература, которую вот везде, где только можно, её пихают, это наша знаменитая поясь временных лет. Действительно знаменитая. Она у нас известна в трёх списках, то есть, это не один какой-то там известная рукопись. Если кто-то считал, что эта рукопись сохранилась вот там с девятого века, да, и вот она где-то лежит у нас, то он очень глубоко ошибается. Давайте мы вкратце рассмотрим, что это за рукопись, потому что это очень важно. Во-первых, её писали в XII веке. Откуда взялся Нестор, ну, честно говоря, науке неизвестно, и никто не может это внятно объяснить. То есть, летопись Нестора, летопись Нестора. В повести временных лет чёрным по белому написано, что писал её монах Сильвестр. Это, значит, монах, который жил в одном из киевских монастырей. И писал он её, как написано там, в 1116 году. Да, значит, конкретно монастырь назывался Вудубицкий. Да, это тоже есть в тексте. То есть, обратите внимание, что летопись XII века пишет о тех вещах, которые, ну, мягко говоря, были много-много веков до этого. И интернета тогда не было, и записи тогда не было, да? Насколько это тяжело и насколько это не соответствует действительности, вы можете судить, если примените ситуацию на себе. Вот сейчас у нас 2018 год. Попробуйте без компьютера, без книг, без интернета просто написать историю войны 1812 года, от которой прошло два века с небольшим. У вас ничего нет. И что вы напишите? А здесь в 1116 году пишется девято. Но если кто-то считает, что вот до нас дошли списки 1116 года, он опять ошибается. Потому что они тоже не сохранились. Потом, ещё два века спустя, в XIV веке, были созданы художественные копии. То есть, кто-то что-то помнил, кто-то что-то сделал, кто-то что-то сказал, да? Они тоже не сохранились. И потом уже в XVI-XVII веке были ещё одни копии, которые дожили до наших дней. То есть, на сегодняшний момент из трёх списков, известных нам, это имеем копии, на художественные копии, на, собственно говоря, сам летописный свод. Ну, вот такая вот небольшая обрядина. Дальше. Значит, это мы сделали такой экскурс, что же такое повесть временных лет, которой так гордится наш официоз. Значит, теперь, если мы посмотрим, написано ли там о пути из Варяга в Греки. Ну, на самом деле написано, но написано так, что волосы стоят дыбом, и применительно к географии это, ну, никак не приложить. Чтобы не быть голословным, я приведу пару фраз. Значит, там всего две строчки. Да, то есть, если кто-то думает, что в этих списках, значит, путь из Варяга в Греки описан, там, не знаю, страницами, да, там, с описаниями, нет этого всего. Вообще нет. Там всего две строчки описания всего пути. В этих строчках нет порогов. В этих строчках нет волоков. Да, вообще нет. В принципе нет. Но самое главное, что, как я уже сказал, этот путь, в принципе, нельзя наложить на географическую карту. Значит, начинается он двумя фразами. Вот вдумайтесь. Значит, они пускают его с юга. Не так, как нам сейчас дают с севера, да, то есть Балтика, Ладога и дальше на юг. Значит, в этом описании идет наоборот, с юга. Так вот, начинается он из пути в Варяг в Греки, а из Греков по Днепру. Во-первых, где вы взяли Варяг на юге. Это вообще вот с официальной историей не бьется совершенно, да. Вот никак не бьется. Значит, дальше идет просто Днепр, дальше есть река Ловати, значит, и озеро Нева, да. Буквально, как я сказал, две строчки. Значит, а вот дальше очень интересно, да. Я зачитаю, значит, из того озера впадет устье в море Варяжское. Ну, понятно, Варяжское море, Балтийское море, это всем понятно. А вот дальше. И по тому морю можно плыть до Рима. А от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду. А от Царьграду можно приплыть в понт-море, в которое впадает Днепр-яка. Да. То есть, либо нам сейчас описывают такой морской путь вокруг Европы, по кругу, как бы, да. Либо все это имеет совершенно другие названия. И, в принципе, приложить к этому, ну, вот никак нельзя, как бы, да. Это география. Это вот такой экскурс в летописи. А раз доказательства прямых и описания вот этого фантомного пути, который в наших учебниках расписан чуть ли не до речушки-то каждая, да. Значит, давайте мы посмотрим теперь, собственно говоря, а нужен ли он и возможен ли он технически. Значит, давайте начнем сначала. Значит, вот она, Балтика. Идут суда по Балтике. Значит, по дороге к устью Невы вы проходите справа, идя на восток, речку Доугаву, которая раньше называлась Западная Двина. Это судоходная река, прямо впадающая в Балтийское море. Сейчас у ее устья стоит город Рига. Вот объясните мне, пожалуйста, вот так, с точки зрения логики, зачем описывать крюк в тысячу с лишним километров вправо через Волхов или Мень и все равно возвращаться туда же, куда можно дойти напрямую через Западную Двину. Знаете, вот в принципе это вот никак. Логика не бьется вообще, да. Или как у Бармалея, настоящие герои всегда идут в обход. Ведь просто можно войти в речку Западная Двина, дойти до Полоцка, выше Западной Двины есть рука Ула, там Верховьев, там Волок, и собственно говоря, через реку Друти, прямо в Днепр и все. То есть, понимаете, лишние тысячи километров. Вы думаете, наши предки были такие глупые, что этого не знали? Зато есть очень интересный факт. Как я уже сказал, что это делали немцы в конце 17-го, начале 18-го века. Немцы использовали те географические знания, которые были у них на тот момент. Есть так называемая цедулка Шереметьева 1703 года, когда он доклал Петру Первому о проведении им регоносцировки юго-восточного берега Балтики в совершенно неизвестной ему стране. То есть, там черным по белому написано, что ни господин граф Шереметьев, ни его подчиненный не знал ни берега, ни рек. Соответственно, раз он не знал, то и придворные немцы-историки, придумавшие этот миф, о движении по Западной Двине тоже не знали. Это раз. Теперь смотрим дальше по техническим вещам. У нас так гордо рисуют по карте вход в реку Неву. Вот только забывая о том, что вход с запада в реку Неву для любых кораблей, торговых, военных, был невозможен. Понимаете? Город Петербург до открытия в 1886 году морского канала портом не был. В принципе, не был. Уникальность устья реки Невы состоит в том, что река на выходе в Финский залив, или так называемую Маркизову лужу, говоря современным языком, создает огромный песчаный вал. Его называют Невским баром. Он намыт в чине многих веков. Для любых кораблей с осадкой глубже двух метров этот барьер был непроходим. В принципе, непроходим. То есть, нельзя проплыть через устья реки Невы на груженном торговом или военном корабле до конца 19 века. В принципе, нельзя. Невозможно. Чтобы вы понимали, насколько велика разница, я вам приведу пример. Например, первый парусный линейный корабль это был английский военный 102-пушечный корабль Владыкой Марии. Он имел осадку 6,75 метров. А, например, французский 120-пушечный Король Солнца осадку 6,35 метров. Это вроде большие корабли. Хорошо, берем поменьше. Фрегат. Французский Флора, очень знаменитый корабль, у него имел осадку 5 метров. А, например, американский фрегат Конститюшн осадку 7 с лишним метров. Известный факт, о котором очень молчат историки, когда Петр Первый построил всего-навсего небольшую 54-пушечную Полтаву в 1712 году, у нее осадка была 4,6 метра. И он не мог вывести ее в Финский залив. В принципе. Пустой, со снятыми пушками, без снабжения. Он не мог ее провести через Невский бар. Там бедный строитель, Федосей Скляев, придумывал ужас, как он по существу делал док. Огромный док, чтобы как-то там подсунуть лодки, уменьшить осадку до 2 метров. Да? То есть, осадка судна, который может пройти Невский бар до 1886 года, должно было быть менее 2 метров. Не было таких кораблей. У всех было больше. Вот вообще у всех. Единственное, кто мог пройти, это Славянская ладья. Она плоскодонная. У нее осадка была, значит, у пустой 0,5 метра, а груженный метр. Вот она проходила. Славянская ладья проходила. Больше никто не проходил западный вход в реку Неву. Дальше смотрим. Значит, пойдем в другого конца этого фальшивого пути из Варяга в Греки. Официальные историки и учебники у нас так скромно, очень скромно говорят. Ниже Киева судоходство затрудняли опасные пороки. Вот слово затрудняли, это циничная ложь. По сути, на протяжении десятков километров от Екатеринослава, ну, ныне Днепропетровск, до Александрова Днепр был полностью не судоходен для всех торговых судов. Там 13 огромных порогов. Ну, нельзя на них пройти. У того же императора Багрянародного, да, значит, есть все эти названия, где, как, да. Да, и по всему Днепру в принципе никто не плавал. Если мы возьмем такого известной, так сказать, древнюю сагу, называется «Сага об Ингваре путешественнике». А там Днепра вообще река неизвестна, да. Ладно, это пусть будут, так сказать, старые какие-то вещи, да. Возьмем поновее. 17 век. Всего 300 лет назад. Был такой французский инженер и картограф. Биом Боплан. У него есть книга «Описание Украины Руси», да. То есть это та наша Украина или Украина Руси, значит. И вот он ее описывает. Он очень хвалит полдородие почвы, что хлеб можно выращивать. А дальше он пишет, что нередко жители не знают, что с этим хлебом делать. Тем более, что у них нет судоходных рек, впадающих в море. А Днепр в 50 милях ниже Киева пригожден 13 порогами, последний из которых отсидит от первого на добрых 7 миль, представляет целый день пути. Эта преграда полностью препятствует им сплавлять свой хлеб в Константинополе. То есть в 17 веке река была не судоходная, да. А вот в 9 она была, кажется, судоходной, да. Ну что за бред. Никакой торговый путь вот через эти пути, ну никак не мог. С точки зрения порогов. Это в принципе неудобно. Смотрим дальше. Любой торговый путь должен быть обрамлен портами. Это азбука. 2 плюс 2 всегда 4. То есть должен быть порт с одной стороны, порт с другой стороны. Давайте посмотрим, что у нас на севере. На выходе, если смотреть по ПВЛ, по вести временных лет, или на входе, если смотреть по нашим лживым учебникам. Псковичи торговали через Нарву. Ливонцы торговали через Ригу. Тевтоны и поляки торговали через Данцик. Ну ныне Данск. Литвины торговали через Мемельбург. Это Мемель, а ныне Клайпеда. Все. И больше там ничего не было. То есть, грубо говоря, город Санкт-Петербург с портом должен был быть какой-то. Ничего ж нету. В принципе, нету. Теперь посмотрим. Южные ворота есть? Нету тоже. В устье Днепра, где крупный морской торговый порт в девятом веке. Ведь, опять же, это азбука. Чтобы неугодные князьям и торговому люду людишки по реке не шастали. Ну, порт хотя бы, да? Вот ничего. То есть, ни одного факта нет, что там был порт. А зато есть миллион фактов, что торговля шла через Азовское море и Крым. Крым – древний торговый центр. Да, обязательно нужно понимать, что есть сказка историков. Есть такой городочек Алешка на месте казачьей сети в 1711-1728 году. И там, мол, когда-то стоял богатый торговый город Олешья. Доказательств, как водится, нет ни одного. Вообще. В принципе, от слова совсем. Доказательств нет. Итак, портов у нас тоже нет с обоих сторон, да? Смотрим дальше. Имеем важный торговый путь. Говорят же по нему. Ходили и ходили, да? Сюда шли постоянно. Разбойников никто не отменял. Для охраны вдоль берега пути должны были стоять многочисленные укрепленные военные поселения с постоялыми дворами, где купец мог оставить свою лодью, свой товар в безопасности, переночевать и плыть дальше. Как бы не была удобна долина реки, ни один торговец средний века по ней бы не стал плыть, если на ее берегах не было селений и городов. То есть торговый путь определялся наличием на нем оседлого населения. А со временем эти небольшие поселочки, эти небольшие крепости превратились бы в очень большие города. То есть по Днепру должно быть городов вот просто, знаете, как вот бусы у женщин. Очень много. А какие у вас известны деревне-русские города вот так вот на пути от Волхова и до устья Днепра? Ну, в Верховной Днепра есть город Смоленск. Но это, извините, совсем другой торговый путь. Совсем другой. Он сюда не относится. Мы о нем коснемся дальше. Севернее современного Киева есть Любич. Он тоже позже. Это не IX век. И Серогачев тоже позже. Ниже Витичев, которого по рукописям там городом не было вообще никогда. И совсем маленький Канев. Знаете, вот эти четыре названия это безумно мало, что древняя Русь те же скандинавы называли Гордарикой, стороной городов. То есть нет никаких поселений с постоялыми дворами. Если посмотреть аналог от Царьграда, он же Константинополь, по Дунаю шел другой путь, так называемый Янтарный, так там не то, что этих бесчисленное количество вот этих поселений, да, там рядами и колоннами просто. Вот видно, что здесь шел путь. Я, кстати, напомню, что такой грустный факт, на этих вот непровских порогах погиб князь Святослав с дружиной в 972 году. Практически у ворот самого мифического Киева. Ну, потому что Киева не было, мы разобрали, да, но если на порогах нужно было вытаскивать суда, тащить их волоком огромное количество километров, то здесь должны быть крепости, чтобы не подбирались нападения. Где крепость? Нет. Нет защит и никогда не было. Еще посмотрим. Хорошо. Пусть Киева не было, это мы доказали, пусть был Белгород Киевский, то есть что-то столично-княжеское стояло в бассейне реки Днепр. Кто и с кем торговал по всему Днепру? То есть, предположим, мы поднялись выше Киева. Что выше? Область Полесье. Припятские, Пинские и прочие партизанские болота. Это там, где наши предки партизани или Великое Отечественное. Они даже в 20 веке были слабо освоены, но там вообще ничего нет и не было никогда. Понимаете? Дальше. Смотрим, что могли предложить Византии и Скандинавы. Между прочим, они бедные были. Им просто нечем было торговать. Просто тупо вот так вот нечем. Ремесла у них был неразвитый. И все то, что они гипотетически могли выбросить на рынок, ну, например, оружие, было в изобилии у славян. И, естественно, последние никогда бы не стали пропускать чистые земли прямых конкурентов. А поскольку Скандинавы были очень бедны, то и греков как покупателей они не интересовали. Прямые доказательства в Скандинавии археологи практически не находят рамейскую монету. Ее там нет. Ну, потому что бедные они. Нет монет. Покупать им нечего. Единственный варяжский товар, которым пользовался спросом, сами воины наемники. Это еще одно, кстати, свидетельство их бедности. Именно в качестве наемников оставили Скандинавы следы по всей Европе. И то, что на Руси обнаружено достаточно много следов Скандинавов, это только потому, что услуги наемников пользовались спросом. Следующий момент. На любом торговом пути всегда есть клады. Это азбука. Даже можно не обсуждать. Но на этом фальшивом пути из варягов к реке кладов нет. Они есть, например, на Двинском в Волжском торговом пути. Там их полно. Дальше. Если мы внимательно посмотрим на название из варягов греки, а нету Невско-Ладожской части пути из варягов греки, есть указания на Акопский лес. Ну, я назовусь иногда Оковский. Это ныне Валдайская возвышенность. Но, помилуйте, через него вообще-то проходит древний Двинско-Волжский торговый путь. Из Каспии в Балтику. Зачем здесь? Из варягов греки. И еще пара моментов. Значит, это крещение болгар и янтарный путь. Значит, янтарный путь, он идет по Дунаю и дальше на север по Одеру и в Балтику. По нему везли в Константинополь янтарь. Значит, когда в 866 году, замечательный какой год, дошла весть болгарского царя Бориса I в Рим с просьбой об епископе для крестившегося болгарского народа, это было восприятие не только как духовная победа. Папа Николай I особенно подчеркивал, что теперь, только теперь открылся надежный и беспрепятственный путь с суши в Константинополь, ну и дальше Святую Землю, потому что существующий морской путь тяжел, опасен и непреодолим. И сохранились слова византийского императора. Он обращается к папскому легату Анастасию библиотекарю, говорит, что если бы теперь не было открыть путь для послов из Рима, через Болгарию, ты мне видать ни моего лица, ни Рима, я повторю вывод из этого пункта, даже по Черному морю пути не было. Просто не было. И вот этот вот кусочек янтарного пути, значит, с Устья, Вислы и Одера, значит, через Дунай и, соответственно, выходил сюда. Вот, собственно говоря, главные факты, которые, надеюсь, достаточно убедительно доказывают, что никакого пути в принципе не было. Но я все же забью еще один гвоздь в крышку этого гроба. В 2001-2011 годах, в наше время, сейчас, группа реконструкторов построила скандинавские военные суда и попробовала на них пройти путь из Варяг в Греки. Вот так вот просто, так сказать, люди увлекающиеся, взяли, построили. Почему взяли военные судна, а не торговые? Потому что торговые скандинавские суда, они шли под парусами, у них весел практически не было, там три весла на носу. И проходить по реке с этими тремя веслами практически нереально. Просто. Поэтому взяли военные. то есть, вот тот самый, грубо говоря, дракар, который нам столь часто рекламируют во всех голливудских фильмах. Значит, он имеет килевую оснастку, значит, то есть, килевое строение, извиняюсь, значит, и очень высокий руль. Киль там выступает, так сказать, на почти полметра. Так вот, товарищи реконструкторы 10 лет пытались разными кусочками пройти путь из Валяк в Греки. Не прошли нигде, ни по одному кусочку. Вот вообще они не смогли пройти нигде. Что у них не получалось? Во-первых, значит, пройти по реке на скандинавском судне нельзя, оно слишком большую осадку имеет. Значит, исключение, когда весна, значит, воды больше и можно что-то проплыть. Но беспрерывные повороты из вот этот дракар нужно каким-то образом крутить, вертеть не получается. Вот никак. То есть, они утыкались, садились на мели, да, в лучшем случае в день проходили 3-4 километра по течению. Значит, если же нужно было приходить против течения, а у нас половина пути этого фальшивого это против течения, на веслах у них ничего не получалось, а тянуть на веревке опять же не получалось, потому что мешала растительность по берегам рек. Это же не чистый берег, да, там трава, сока, деревья никак не получалось. Что же касается порогов, то 40 человек не смогли сдвинуть это скандинавское судно вообще. Хотя они выбрали очень небольшое по объему, у них судно водоизмещение было всего пять с половиной тонн, всего, и 40 человек сдвинуть его не смогли. Более того, когда они попытались применить, мягко говоря, механизацию, судно начало разваливаться, оно келевое, оно не рассчитанное, чтобы его так двигали, это не славянская плоскодунка, это только у славян, помните, под Царьградом князь поставил русские лодьи на колеса и с них атаковал, потому что она была плоской, здесь никак, то есть все усилия реконструкторов оказались в пустую, путь из Варяговой реки липовый, по нему пройти нельзя. Это вот, так сказать, вкратце, что мы имеем, а что же было в реальности, потому что что пытались убрать и откуда наши господа немцы фальсификаторы. Значит, давайте скажем правду, только у русов, только у славян была возможность перетаскивать сюда Волоком из одной речны в другую. Почему? Потому что славянские реки, они полноводны, что позволяет вычислять судоходство практически от самого истока. Поэтому русская Волга на такой магистральный торговый путь с востока на запад. Из севера на юг. И этот водный путь был намного экономичнее и безопаснее сухопутного. И лишь там, где это было невозможно, где не было этого, возник сухопутный великий шелковый путь. Это тот, между прочим, совершенно зачах, как только был освоен морской путь в Индию. Русь торговала с ромеями через Крым, через Тавриду. А с Европой ромеи торговали через геноэзцев, в основном венецианцев. Константинополь тогда являлся торговой столицей мира. После конкурентной борьбы, когда крестоносцы в 1204 году крестоносцы его разгромили, итальянцы, то есть венецианцы захватили в свои руки всю средиземорскую торговую. И после этих завоеваний крестоносцев изменилась и география торговых путей. То есть был старый путь Каспий, Волга, Дон, Крым, Константинополь. После этого стал волжский торговый путь из Каспия в Балтику, либо же из Каспия в Северное Ледовитый океан, через систему Волоков. Еще раз напомню, что климат тогда был другой. Это сейчас у нас там и так далее. В начале 20 века барон Детоль нашел, например, на Новосибирских островах сейчас лютые морозы, где снегу там не то, чтобы по колено засыпет. Вот он там нашел остатки, например, саблезубого тикра или фруктовое дерево с плодами, между прочим. Причем совсем недавно там было тепло, это вопрос не тысяч веков, это вопрос просто веков. Возвращаясь к путям, все эти пути с востока в Европу контролировала Русь, контролировали славяне. что в Балтику, что на север, что в Константинополь. Всего можно назвать четыре пути, ну или более правильно три плюс один. Они описаны во множестве источников. Поскольку есть ну просто огромные фантазии лжеисториков, давайте я постараюсь описать каждый. Точка главная пересечения это Юг Каспия. То есть Южный Каспий. Вот именно с этой точки главной можно было доставить товар в любую точку Европы по воде. Первый путь из Каспийского моря поднимались по Волге, Волг в Дон, Азовское море и в Крым. Еще раз подчеркну, Крым древний торговый центр, там созвездия торговых городов. Дальше Византия, Константинополь и через Средиземное море в Южную Европу или Северную Африку. А через реку Дунея в Центральную Европу это часть Шелкового пути существующей тысячу лет. Второй и, кстати, более заманчивый опять из этой точки из Южной Каспии это путь в Северную Европу куда пролегал путь через наш Волжский Ярославль. Это вот тот путь, о котором я уже упоминал пару раз Западно-Двинско-Днепровский путь по притокам реки Аки на запад. Например, в скандинавских сагах, ну, чтобы не быть голословным, в саге Агутах, он фигурирует в качестве главной транспортной магистрали. То есть, дорога по западной звене с острова Готланда в Византию. И вот там в Верховье Днепра они есть. Это тот самый Гнездовский комплекс знаменитый. Только этот путь называется не из варяг в греки, а из варяг в арабы. И соединяет Балтийское и Каспийское моря. По Фессозу он заработал в конце восьмого века реально ему те же тысячи лет. И именно с этим маршрутом связан расцвет нашей Владимира-Суздальской Руси. А Смоленска, о котором я уже упоминал, это вот узловой торговый город этого пути из варяг в арабы. Не липового из варяг в греки, а из варяг в арабы. Это был второй путь. Да, значит, третий. Все помнят знаменитая Пушкинская мимо острова Буянов царство славного Салтана. Вот эта фраза она уникальна. Все-таки Пушкин очень много что знал, был допущен к архивам. По существу в нескольких словах перед нами описание известного славянского торгового пути, который начинается в варяжских землях палапских славян Балтики. Я подчеркиваю славян, славян Южной Балтики, тех, которых уничтожали крестовыми походами. Значит, это окрестность славянских городов. Любица, Велиград, Стариград, мимо острова Руяна, по западной Двине, ну и дальше в Константинополь. То есть, вот славного Салтана это прямой намек на Византийскую империю, которая с 1453 года находится под властью турецкого султана. Но вся торговля это Крым. А сам торговый путь пролегал по рекам Волги Дону, откуда купцы из Азовского моря, ее называли иногда Метеотида, пребывали в Крым. И заезжать в мифический Киев купцам было ну совершенно не пугути. И наконец последний четвертый это путь через Северную Двину в Белое море. А оттуда вдоль Скандинавского берега в любую точку Северной Европы. Официоз повторяя вот просто знаете как попка дурак повторяя западную ложь все время нам говорили что морской путь вдоль Скандинавии до Архангельска был открыт в 1553 году английским мореплавателем Ричардом Черсловым Ченсло Ром. И вот после этого началась развиваться бурно русско-английская торговля и так далее но я понимаю спесивые западные европейцы всегда считали что если что-то открыто только после того как они прошли то что было до них типа не считается славяне плавали в Европу северными морями за 100 за 200 лет до Ченслора вы посмотрите походы которые были русских ушкуйников даже вот в эти средние века они ходили на норвежцев в их фиорды то есть наши молодцы грабили норвежских разбойников когда появлялись русские лодьи у берегов Норвегии там в ужасе все бежали но об этом естественно как-то сейчас предпочитают не говорить да варяги варяги начаться а вот это северное ответвление волжского торгового пути называлось Заволодским путем и во времена Новгорода Ярославля он проходил по северной двине по сухонии соединялся волоком шексной притоком вологи а роль морского порта на побережье белого моря играли холмогоры ну или холмогоры вспомните о Ломоносове да село холмогоры тонизове северной двины как писал потом Ломоносов когда он уже пробился сквозь немчуру в академию наук в северную двину реку с моря входили морскими судами до купеческого города где летом было многолюдное славное торговище без сомнения где стоит город холмогоры то Ломоносов российская история книга первая а то что этот путь на запад был уже прочно освоен свидетельствует например то что именно этим путем в Данию например было доставлено посольство царя Ивана Третьего об этом тоже почему-то молчат и того никакого пути из варягов греки никогда не было это немецкое вранье подтверждающее миф о Киевской Руси о фантомном Киеве и этот фантомный торговый путь был придуман немцами в конце 17-18 веке исключительно как дополнение к мифу о Киевской Руси вот как-то так Алексей замечательно мне так понравился ход рассуждений и приведенные какие-то цитаты из того что мало известно в народе получается что здесь и политика и религия и экономика воедино связаны и когда немцы придумывали все это там завязывалось все очень и очень много и очень очень плотненько не только то что там Романовы например пришли потому что Романовы как я предполагаю могли быть ставленниками какой-то определенной структуры ну в частности и религиозной тоже поэтому там и политика и религия и управление ну что ж замечательный доклад на мой взгляд если есть желание давай тогда ко второй части уже перейдем и посмотрим какие у нас вообще есть реплики и вопросы я честно пока реплика ни вопросов не вижу такое ощущение что все совсем согласны и никто даже не возбудился не возмутился ребят непорядок что такое как-то не так себя ведете ну-ка давайте возмутитесь там это мозгами пошевелите полнолуни что ли приближается не знаю ну ладно переходим к отбивочке и после этого попытаемся уже поговорить между нами народное славянское радио пора просыпаться продолжение слушайте в следующей части субтитры